Ищу на полную катушку. Вот катушка началась. Теперь я буду пользоваться другой Толей. У меня есть на этой квартире другая книга, которую мне Хэллоин подарила где-то 30 лет назад. Это другое издание. Слушай, это ценная книга у тебя тогда получается. Это был апрель 1989 года. Ого! Это как раз когда я к тебе приезжал. А, наверное. Только я приезжал в сентябре. А это в апреле. Ну, это... Я же до этих событий, до развала, еще далеко было дело. Вместе с Ельцином приезжал. Мы с ним на день разница. Он мой билет использовал, наверное. Потому что мне переносили на день позже. Он у меня долго не останавливался. Он у меня всего на 2 дня остановился. Чай попили, и он поехал по делам государства. Ну, не надо. Он не чай пил. Я у тебя же смотрел передачу, как он выступал в одном университете. Ну, в Дребадан пьяный вышел. А потом еще газету у тебя читал. Русское слово. Русское слово, по-моему, если я не ошибаюсь. Иммигрантская газета на русском языке. Они там его критиковали, что надо же в таком состоянии еще что-то пытался говорить. Он приехал, водки попил, расслабился и вернулся. Ну, мы, собственно говоря, с тобой тоже не отказывали себе в удовольствии лишние 100 грамм пропустить. Ну, чего его винить? Приехал человек в Америку, надо расслабиться. Я не виню, я просто думаю так, что одно дело мы с тобой, как частные лица, а другое дело, он уже в то время был государственным человеком. Это уже немножко другие требования к нему. У людей, и вообще он сам к себе должен другие требования предъявлять. По большому-то счету. Я лично думаю, если бы правительство, если бы все правительства, чем меньше бы они делали, тем было бы лучше. Я думаю, ты можешь в своей кухне делать без помощников. Я могу даже насосы ремонтировать без помощников правительства. Ну, это как в кино. Как ее сказать? Формула любви, по-моему, называется. Телегу он разломал этому, калиостро. А барин ее спрашивает, сколько починишь ее? Надо было колежо ось поменять только. Он говорит, ну, за день. Он говорит, а за три дня можешь? Ну, если постараться, могу и за три. А за неделю? Ну, без помощника никак не получится за неделю. Так и есть. Как у нас с тобой. Ну, разломал и неделю целую делал. Разложил. То, что сделал один человек, может разобрать другой и потом снова собрать. Да, да. Это вывод, который этот дядька сделал. Бастеровой. Ну, так оно и есть, что ты говоришь. Ну, давай, начнем. На какой, на 33-й главе остановились, что такое? Мы остановились, остановились на 32-й песне. Я, когда сказал, что я плохо готовился, я все-таки готовился немножко. Готовился не как всегда, чуть поменьше. Вот. Поэтому у меня представление это есть, о чем речь идет. Вот мне, знаешь, что, как-то сказать, врезалось, ну, в сознание мое. Вот 32-я глава, в общем-то, Всевышний перечисляет кары в основном. Какие претерпит еврейский народ за то, что он отступает от Всевышнего? Давайте для... В будущем лице. Давайте для бухгалтерии, скажем, для тех, кто просматривает нашу запись, что мы сейчас говорим о пятой, последней книге Моисея о второзаконе Деварим. И это мы предпоследняя параша, предпоследняя часть. Осталась еще одна. Так вот, мы сейчас как раз делаем хазину. Это песня Моисея. Вот видите, ты сейчас говоришь, что это... Да, 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 да. Да, и он почему-то Моисей от первого лица говорит, от лица Всевышнего. Здесь вот я просил руку, я там стрелы свои напою кровью, мечом своим вас поражу, я там землю испепелю, огнем и так далее, и так далее. Почему Моисей говорит от первого лица? Ну, здесь смесь. Он кое-что от первого, а кое-что говорит он из третьего лица. Он переходит, он переходит. Иногда он говорит от второго лица, а в основном-то он как... Ну, все его вот эти вот... Скажем, предупреждения от первого лица он говорит, от лица Всевышнего. Ну, подожди, ну, покажи мне пример, где это, я что-то не знаю, давай, конечно... Ну, вот сейчас, сейчас, обожди, я не под... Вот этим и отличается сегодняшняя моя готовность. Обычно я все это подчеркиваю. Ага. Сегодня у меня не подчеркнуто. То есть ты не проконструктировал. Ну, я сейчас найду. По-моему, Витек, он тоже от третьего лица говорит. Ну, вот, допустим, 36-й стих Моисей говорит от второго лица. Ибо рассудит Бог народ свой и за рабов своих отомстит, когда увидит он, что истощил силы и нет защиты. А, ну, у тебя же говорят от второго лица. Это от второго лица говорит. Сейчас найду от первого. Ну-ка. 35-я первого. Так, 39-я. Смотри сразу. Смотрите. Смотрите же ныне, что я. Я это. И нет всесильного, кроме меня. Я умершляю и я оживляю. Я поражаю и исцеляю. И нет спасения от руки моей. Это уже от первого лица Моисейка песня поет. Правильно. Хороший вопрос. И, кстати, кстати говоря, от первого лица он говорит больше в этой главе, чем от второго лица. Ага. Почему? Не знаю. Ты, может быть, не обратил внимание на это? Нет. Просто не готов ответить. Я даже и раньше не обращал на это внимания. То есть, я как раз вот думаю, то, что ты обратил внимание интересный вопрос. Почему смешивается сначала он первое, а потом со второго, первое? Он со второго, от второго лица говорит и переходит на первое лицо. Я Бог, я всесильный вас, я поражу вас рукой, мечом и так далее. Я делаю виноград вас горьким, нашлю врагов. И тут же он переходит снова второго лица начинает говорить. Ну, я только наугад могу сказать, может, какая-то, потому что все это как песня, называется глава песни, Моисей. То есть, в отличие от других глав, конкретно, вот тебе наказание, вот тебе благословление, а здесь оно более, ну, как, не то, что поэтическое, как бы более фигурально, не настолько прям. Поэтому, может быть, когда человек делает более так романтично, поэтично делается, то можно какие-то... Я это понимаю, что это песня, но мне кажется, что-то не очень скромно. Может, перевод некачественный у меня здесь? Нет, перевод так и есть. Первая, вторая речь меняются. Я вот смотрю, может, я комментарий... Мне кажется, это не скромно. Я бы заявил, я бог, и начинаю проповедовать, что это такое. Мне не очень это понравилось. А, ну понятно. Вот в связи с этим у меня возник этот вопрос. Почему? Если это просто художественный прием, так надо какие-то ссылки делать тогда, в кавычки ставить, как прямую речь. Чтоб ты вышли и сказал, в двоеточие кавычки и пошла прямая речь. А здесь этого ничего нет. Здесь он лупит, здесь он лупит, не стесняясь. Я бог, я то-то, я это, я вас накажу, я вас успепелю и так далее. Мне кажется, это не скромно. Я бы себе такого не позволил. Может и прав, я не знаю, хочу смотреть на комментарии, не могу найти комментарии от таких. А я не смотрел комментарии, я с основного текста леваю. Ага. Вот это как раз то, что когда я готовлюсь, я серьезно готовлюсь, когда несколько дней читаю, тогда я и комментарии смотрю. А сейчас я тебе сказал, что я пробежал текст, визуально посмотрел, внимательно, вдумчиво прочитал, но даже подчеркивать, я не всегда сразу подчеркиваю, но вторым заходом я подчеркиваю. А иначе у меня все красное будет, не выделенное. Тут любую строчку можно подчеркивать. Да, понятно. Вот, других вопросов у меня пока не возникло, потому что, ну, действительно не очень глубоко. Хотя, интересная очень глава, очень интересная. Вот, но и опять же, не очень, понятно, зачем он занимается, по сути, раньше говорили, кликушеством занимается. Кличет беду, по сути. Вот вы там разжирели, Игоша, или кто там у него, сейчас найду, разжирел, оборзел. Ну, наверное, он пророчески видит вперед, знает, что Израиль упадет, и он таким предупреждает. Ребята, смотрите. Ну, в общем-то, практически вся песня этому посвящена. Да, да. Даже враги наши, судьи в том, ветят виноградные лозы с дома, лоза, их, из поля Аморы, виноградные, виноградные, виноградные на Витве, грозди горькие у них, ну, и так далее. Ну, в общем, такая какая-то пессимистическая глава. Ну, про пророчески, он заканчивается в последний день его жизни, это сейчас. Так он пророчески говорит в будущее, все это записано, что, значит, там через 100 лет, через 200 лет, 500 лет люди будут себя вести, прочитать, а, ну, вот, как раз Моисей об этом предупреждал. То есть, хотел все это законстатировать, конспект записать, чтобы было, я так вам и сказал, вот все, что так и происходит. Давайте исправляйтесь, ребята. Поэтому в конце, вот, до 44 главы, 44 стиха, уже начинают песни заканчивать, и он там говорит, что Моисей пришел, все это рассказал, закончил говорить, и... И пришел Моисей, произнос все слова, песни этой народу, он, Игошен, сын, сын Нуна, и 45-й окончил Моисей произносить все эти слова, всему Израилу, и сказал им, обратите внимание, ваше, на все слова, которые я свидетельствую о вас сегодня, и которые вы заповедуете сынам вашим, чтобы строго исполняли все слова учения. То есть, получается, что, он предупреждает, по сути, что, если вы отступите от заповедей, вас ждет вот именно это, то, что я сказал. Вот для этого он и говорит, нагоняет ужаса на людей. Это хороший вопрос. В Толе много раз говорится благословление и проклятие, благословление и проклятие. Можно сказать, зачем столько можно раз говорить? Один раз сказал, уже слышал. Зачем каждый раз повторяться? Тем не менее, видимо, есть какая-то причина. Наверное, он им говорил, а они все равно не послушались. Так он еще раз повторяет. Можно было поверять. Несколько раз это напоминать? Я тоже не знаю, зачем два-три раза говорить? Один раз сказал, было бы достаточно, но по-разному. Иногда в Толе горит, в песне, она прямо вот такое было. Так что он во время своей Торы напоминает постоянно, чтобы мы себя вели хорошо. Друг с другом и между любимым Богом, между человеком и человеком, чтобы вели себя по-человечески. Вот напоминание. А в конце заканчивается тем, что опять-таки ну и все заканчивается, и Бог и Моисей напоминает, ну все, время тебе умереть, иди на гору, посмотри на Израиль, и он пойдет на Израиль. Поэтому увидишь всю страну эту, но туда не войдешь, в страну, которую не ведаюсь. Я был на этой горе, это через дорогу, через Иордан, рядом, ну там, я знаю, часы из Дерчина, в Иордане. Мы были в Иордане лет 10-15 назад, не помню. Я как раз на той горе, где по пленанию Моисей умер. Я там был. С той горы тоже, тоже хорошее видо Израиля, видно такая панорама. Вот там он и его последнее, последнее видно Израиль. Вот на этом заканчивается последняя глава. Если хочешь, перейдем на следующий. Значит, вкратце. Давай, 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 перейдем, но только я теперь тебя буду слушать. Я не читал. Давай. В общем, это очень коротко. Я просто пойду в общем, а уже тогда в воскресенье, может быть, как бы закончим. Хорошо. Заодно и весь обзор в городе. Просто последняя глава называется Хабераха. Хабераха, это, ну, благословление. И вот, опять-таки, начинается первый стих. И вот это благословление, которое Моисей, Бог, Сын, Сын Божий, благословил детей Израиля перед смертью. И он сказал, говорится, опять поэтическое дело, что вот Бог пришел из Синая и стал с горы Сира, и Он был, светил на нас, освящал нас в паране, и Его правая рука была, горящий огонь и закон, который нам дал. То он как бы поэтически, опять песня как бы продолжается. Потом, окей, потом, значит, он дает, значит, все, он заканчивается, вот, как бы, очень вкратце, делаю последнее, ну, на смертном ложе, фактически. Значит, он проходит, проходит через весь стан, его уже брат умер, до этого Арон недавно умер, Мириам, сестра умерла, то есть он остался один, ему 120, жена его, не знаю, у него двое детей было, жена без упора, сейчас я не знаю, ну, и он говорит, начинается благословение, вот он благословляет всех, понимаете, он Рувин, пусть Рувин живет и не умрет, это тоже очень много комментариев, что значит живет и не умрет, зачем два раза говорить, там все наши комментариев, что пусть он живет в этом мире и не умрет в будущем мире, потому что Рувин согрешил, в прошлом, ну, не оправдал папильных надежды, поэтому Яхуда стал как бы первенец, от Яхуда идет скепитом, скепитом царя, на второе благословение идет Яхуда, то есть Яхуда он, Яхуда это, мы Яхудим, евреи, Jews, по-английски, Jews, евреи, это Город Яхуда, Иуда, Яхуда, мы идем от него, потом начинается Веви, четвертый сын, Шимон пропускается, Шимон он не благословил, тоже очень много комментариев говорят, некоторые говорят, он не благословил, потому что Шимон, он немножко занимался, но не совсем управлял его надеждой, он был слишком, он и Веви вырезали с шехом, помнишь, они там слишком, всех этих ребят вырезали, как вместе со своей сестру задинул, он его пропускает, а некоторые комментарии говорят, нет, Шимон его племя была относительно маленькая, оно было на юге, вот где мы живем, где в Бершеве, вот здесь как раз Яхуда и Шимон были, и Шимон маленькая была племя относительно, оно растворилось в племени Яхуда, поэтому, может, поэтому он его конкретно не назвал, то есть он пойдет, Яхуда, четвертый сын, в смысле, третий сын, он второй им называется, потом Левич, четвертый сын, третий, и он говорит, опять-таки, у него будет Урим и Тумин, то есть благословление первого священства, приведут священство, потом он продолжает говорить на всех, после этого идет Йосиф, значит, Йосиф уберет одного, уже в этом, здесь Йосифа не разделяет, иногда Тора разделяет Йосифа на двух сыновей, Минаши и Фраин, тоже 12 сыновей, то есть если 12, если, скажем, Леви сдать в сторону, убрать, потому что первое священство, остается 11, значит, нужно заменить, делается и Фраин, и Минаши, чтобы все было 12, а иногда вместо Ифраина и Минаши, самого-сого Йосифа делают, вот здесь он Йосифа говорит, и на Йосифа, значит, по нашей традиции, Йохуда и Йосиф, у них вечный конфликт, конфликт хороший, Йохуда это, ну, от всего мира, ну, он настоящий руководитель, человек, который, знаешь, как бы, Йохуда это инженер, а Йосиф это исследователь, исследователь нужно все молекулы посчитать, все записать, все делать, два месяца готовиться к эксперименту, и все так, но точно пройти, а Йохуда у него два дня есть на контрольную работу, ночью сидел, записал конспект, пошел, сдал экзамен, получил четверку с минусом, до свидания, мне пятерка не нужна, то есть Йохуда человек в действии, как мы с тобой говорим о твоей там мебели, сделал, ну, стол послевовал, покрасил, ну, еще как это немножко там, еще можно ее там лаком покрыть, а, все нормально, будут кушать и без лака, а Йосиф, нет, нужно лак сделать, до какого света, и как его приготовить, то есть Йосиф занимает по кабале даже верхнюю часть, то есть кабалистическую, верхнюю, как бы, рай, а Йохуда в жизни, и между ними постоянно конфликт, то есть Йосиф говорит, ребята, ну, нужно надо быть с Богом, быть же Богом, давайте поговорим о Боге, а Йохуда говорит, да, да, поговорим о Боге, а пока что нужно строить вот дорогу, парк нас разрушил, давай построим, потом будем делать, то есть между ними, они оба, они оба с правильного пути, на правильном пути находятся, поэтому как раз Йохуда и говорил, когда вегетель пришел, он заставил Йосифа заплакать, он его, Йосифа, раздил, то есть сказал, когда он, помнишь, пришел, братья не знали, что сказать, и Йохуда сказал, ну, знаешь что, ваше превосходительство, товарищ начальник Египта, если вы будете с нами эти сутки шутить, с вами тоже произойдет, что с вашим прадедушкой произошло от нашего прадедушки, когда Сара, он ее похитил, и на него там, ну, чуману нашла, то есть Йохуда знает, когда нужно действовать, он знает, когда пистолет доставать, из-за этого и строять, а Йосиф постоянно анализирует, как подумать, мы все посидим, потолкуем, вот, то есть у нас, как раз, в нашем, ну, в нашем народе нужно иметь качество обоих, нужно, чтобы лидеры, которые, давайте, ребята, послушали, постановили, два дня заседаем, давайте решим, что и будем делать, а есть такие, которые после этого, нет, нужно еще продумать, давайте еще подумать, После этого идет остальным Гаду. Гад сравняет вас со Львом, со Львицей. Потом продолжает дальше находить Нафтали, который будет. Нафтали он быстро по Медрашу. Когда Драйвер уходил из Египта, они что-то забыли. Я забыл, что забыли Египту. И Нафтали бежал, он быстро бегал. Беглец. Он быстрее лошадей бегал. Только он быстро в Египет сбегал, взял то, что они забыли и обратно прибежал. Опять, это все-таки каббалистическое столкновение есть. Буквально он дает ему благословление. И продолжает благословлять. Благословляет всех. И в самом конце начинается, конечно, вот после Моисей пошел на гору, небо. Вот это интересно. Мы уже об этом говорили, что Моисей идет один. Представьте, 3 миллиона людей в Ложбине там стоят около Ерехона. Это недалеко от нас. Опять-таки через дорогу здесь. Они все стоят. Моисей говорит, прощается. Идет. Интересно, как он шел там по горе. Останавливался, смотрел на них, махал рукой, не махал рукой. Или просто до свидания и пошел. И вот он идет, идет, идет. И Бог ему с горы показал всю землю Гелиад, за Иорданом, до Иордана, юг, Ерехо. И говорит ему, вот эта земля, которую я обещал Аврааму. Четвертая. Это 34 глава. Я вижу, вижу. Четвертая. Сказал Бог ему, вот страна, о которой поклялся я Аврааму, Ицхаку и Яреху. Давай, прочитай, прочитай. Сказал, потом, что твоему отдам я ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими. Но туда не перейдешь. И умер там, Маше, раб Бога, в стране Маав. По славу Бога. И был похоронен в долине, в стране Маав, напротив Пиора. Ты пропустил, наверное. Нито не знает место. Ты пропустил, наверное. Но вернись к четвертому стиху. И сказал Бог ему, вот страна, о которой поклялся я Аврааму, Ицхаку и Якову. Сказал, потом, что твоему отдам я ее. Я отдал тебе увидеть ее глазами твоими. Но туда не перейдешь. И умер там Маше, раб Бога, в стране Маав. По слову Бога. И был похоронен в долине, в стране Маав, напротив Пиора. И никто не знает место погребения его до сего дня. А Маше было 120 лет, когда он умер. Не приступилось зрение его. Да, это удивительно. Не стащилась свежесть его. И оплакивали сыны Израиля Маше в степях Маав. Тридцать дней. И кончились две траурные оплакивания Маше. И Егор, сын Нуна, преисполнился духом мудрости. Ибо Маше возложил на него руку свою. Руки свои. И повиновались ему сыны Израиля. И делали так, как Бог повелел Маше. И не было более пророка в Израиле, подобного Маше, которого знал Бог лицом к лицу. Лицом к лицу. Выражение непонятное. Маше-то он видел в лицо, а Маше Бога не видел в лицо. Да, конечно. Это не только фигуральное выражение. Потому что можно знать. Да, это очень трудно понять, конечно. Потому что даже когда он раньше говорил, что Маше поставил в сколье, он мимо него прошел. И он только видел его спину. Да, да. Спину. Он сказал, что теперь нельзя смотреть. Но с другой стороны, мы часто видим, что Маше говорит с Богом, как говорит друг с другом. Как два друга разговаривают. То есть это образное выражение. Знал бы тебя лицом к лицу. То есть знал тебя близко, довольно хорошо. И я тебя, и ты меня. Никаких сомнений не было. Это был у него и его начальник, и его друг, и его отец, и его помощник. В общем, кто есть, отношения были самые крепкие. Продолжай, Витярд Горджей. Ну, собственно говоря, вроде как и все. По всем знамениям и чудесам, которые от 11 из тех посылал его Бог совершать в стране египетской с фараоном. И со всеми рабами его, и со всей страной его. 12. И по всем могучим деяниям, и по всем страшным свершениям, которые совершил Маше на глазах у всего Израиля. Страшным свершениям. А какие страшные свершения совершил Маше? Выражение страшное, неправильный перевод. Страшное, это по-английски написано awesome. Это, ну, не страшное, а, ну, как другое выражение. Не страх, а просто такое не ужас. Не страх, а как стоишь, как, ну, как увидишь что-то очень велико, ты не в страхе стоишь, а в таком... Есть слово на русском языке, но я не помню, какое. Ну, у нас обычно говорят, страшное дело. Но это не означает, что ты испытываешь страх перед делом. С умилением. Если страх с умилением вместе, не то, что я боюсь, а только, ну, такое трепет, как бы, трепет. Вот, может, трепет чувствуется. Трепет. То есть, не то, что он боялся, а страх, в смысле, трепет. Вот, это правильно. Ярошамайм, это перевод имеется не страх, не боялся, а такое уважение, трепет, трепет, уважение, что это знаю, это Бог. Он настолько великий, чем мы, но, тем не менее, он на нашей стороне, он наш отец, он плохого ничего не сделает. Но, тем не менее, ну, такое уважение, такое просто... Ну, давай остановимся на том, что чудесное свершение, которое совершил Маше. Да, да, это лучше, наверное, больше. Ну, чудеса, по сути, которые совершал. И вот, когда заканчивается... Ну, вот, собственно говоря, все. И после этого, после каждой книги, и тем более, после каждой Торы, мы говорим... У тебя, наверное, там внизу, на иврите, есть такие три буквы. Хэй, Зэав, Зайн, Куф. Хазак. Ну, есть, есть с правой стороны. Есть три буквы. Такая, как одна, как ворота такая, потом палочка такая, как удочка рыбалки. Вот это хазак. Мы говорим, будьте сильны, будьте сильны, будьте сильны, будьте сильны, и укрепим друг друга. На иврите мы скажем, хазак, хазак, бенит хазэк. Вот ты скажи тоже, хазак, хазак, бенит хазэк. Хазак, хазак, деми хазэк. Амин. Вот мы теперь, видите, дошли до очень знаменательной даты. Как раз на Суккот. Мы сейчас посредине Суккот. Сегодня начинается пятый день из восьми, пятый день Суккот. Мы прошли Рошхашнагин-Кипур. То есть закончился год. И мы начали вот Новый год. Как раз закончили все Торы. Полный цикл Торы. Это мы уже, по-моему, в третий раз пошли. Ну, давай так. Я прохожу с вами второй раз. Первый раз я был, вы на улице собирались, а я не участвовал в беседах, я был просто слушателем чтения Торы. Это был первый, да? На улице, да, на улице вы просто читали. По очереди. Кусочками. Связи обратные у нас не было. Ага. Ты снимал, присылал, я смотрел. Окей. Это хозяйство. А по-настоящему изучали бы. Вот второй раз прошли. Класс. Вот какой этот учебный год. Интересно. Интересно. Интересно это окончание. Потому что очень часто наши мудрецы... Я слишком на это не зацикливался. Раньше, опять-таки, ты у меня знаешь хорошо, что раньше человек тебя анализировал досконально. А теперь я не очень сильно анализирую, потому что я уже ответ на это знаю. Но хоть я его и не знаю, но я его как бы знаю. То есть, кто написал последние строки, они говорят, потому что Моисей умер. Тор записал. Есть такие теории. Одинство он сам записал. Бог ему диктовал. И он записал свою последнюю жизнь до того, как умер. Все это Моисей сам записал. И Тор говорит, он записался слезами на глазах. Не то, что он плакал о своей смерти, он просто плакал, потому что он завершил свою работу. Заканчивается буквально последние, там, шесть, по-моему, шесть. Алло? Да, да, да. Что-то пропадал. Ага, что-то я не знаю, может быть, у меня... Ага. Ну, сейчас я вижу и слышу. Вижу и слышу сейчас. Все нормально. Хорошо. Установилось. Видимо. Ну, у нас всего остается пара минут, наверное. Ну, пару минут. Так. А почему он мог последние, я вот согласен с тем, что ты говорил, он последние вот эти вот минуты своей жизни и то, что скорбили по нему 30 дней, он мог записать это со слов, ну, даже не со слов, по своим... Ну, были правила, как похоронить, на том-то кладбище, в том-то месте. И похоронили меня на том-то кладбище, в том-то месте, рядом там с кем-то. Да. Я допускаю, что даже Всевышний мог не диктовать ему. Он наверняка знал, что скорбить надо 30 дней. Да. То есть, а может быть, если есть... Я тут даже не удивился этому. А есть такие теории, что это его помощник, еще он записал после этого. Ну, в общем, как бы это ни было, в любом случае, это все хорошо. Может быть. Может быть, потому что незавершенно. Вот надо закончить ее. Умер, все. Значит, как, где и каким образом, как скорбили по нему, это может быть и второе лицо. Тут ничего такого сверхъестественного, божественного откровения в этом нет. Это техническая часть Торы. Техническую часть можно дописать, я не знаю, мне нельзя, тебе, наверное, тоже нельзя. А первосвященнику, может быть, и можно было дописать, дописать свидетелю. Почему нет? Он же не претендовал на что-то? Мне интересно на это. Конечно, это последняя игла очень эмоционально, потому что есть такая, я, по-моему, это уже говорил, иногда, даже в этом есть какой-то урок, потому что, когда Моисей просил Бога, чтобы ему разрешил пойти в обитованную землю, ну, Бог ему несколько раз говорил. слушай, мы уже с тобой об этом говорили, перестань посидеть. Все, закончил. А Моисей опять просит, опять просит, опять просит. В конечном итоге, когда он, если прочитаешь внимательно, когда ты проводишь свое конспектирование, он, когда к людям обращается, он им говорит, ну, это прощальные слова, я иду, я сейчас представляю, для меня это просто, потому что, где я сижу, это у нас проходило, вот, рукой подать. Я сижу, как раз там, где-то происходило. Он на эту землю, где я сижу, он, Моисей смотрел, недалеко, через там, знаешь, если посмотреть, с бинокля, можно, наверное, разузить. Так, он стоит. Расстояние, расстояние в метрах незначительное, а во временном отрезке это целая, я не знаю, целая пропасть. Может быть, но по Кабале, по нашей традиции, все души, 600 тысяч душ, мы все представляем эти души, эти души перерабатываются постоянно. Там, может быть, твой прадедушка, это ты, а твой прадедушка, это ты, он идет. Поэтому все те же души, они те же самые души, они там размножаются, там делятся, почему-то получается не 3 миллиона, а 15 миллионов. То есть, мы лично сами там были, то есть, все мы там были. Кто мы этого не помним, но есть отблыски какие-то есть. Я с тобой соглашусь полностью, у меня по этому поводу, даже есть такая точка зрения, я не знаю, читал я ее где-то или сам придумал, что мы считаем, что если мы умерли, то время продолжает двигаться, и мы остались в прошлом. Для нас время не двигается, оно становится так же, как для души, для нашей. Становится так же, как для Всевышнего, в трех, в двух измерениях, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Все это в одном месте. Ну да, это иное самое. Поэтому, когда говорят, что вот умер, а вот за это время, за сто лет, тут что изменилось, что тут было, вот видел бы отец, так, наверное, видел, наверное, видел. Вот, вот, поэтому Тора учит нам то, что ты часто говоришь, как раз Тора у нас и учит. О чем Тора учил? Как раз мы сейчас закончили всю Тору. Она учит отношения между человеками и Богом, между человеками и человеком, между людьми, чтобы мы друг друга должны были подходить с милосердствием, помогать другу. Это Тора у нас учит. Это наш документ. И Бог запретил Моисею больше просить. Он, он, он начать стоит, у него сегодня, через два часа он умрет. Он там проходит постоянно. Тем более, не видно по нему, что там, о, все. Он все продолжает, последние приготовления, подожди, не надо не забыть книжку сложить. Подожди, а ну закрыли там кухню, газ закрыли? Закрыли, смотри, что все было нормально. Ну что ты волнуешься, уже там, уже умираешь? Не, не, не. По-моему, мы там не закрыли кладовку, там вода будет. Ну-ка, давай проверим еще раз. Все детали проверяем для начала. Это пример, это пример вообще для человека, как нужно жить. Последний день или последний час, ты не знаешь, надо жить все время полной жизнью. Полной жизнью. Моисей, ну, дал Моисей. Нам не надо знать. Я думаю, что я бы не выдержал такой психологической нагрузки, зная, скажем, дату и время ухода. Вот. А Моисей узнал и выдержал нагрузку. Он выполнял свои обязанности, которые должен был выполнять. Жил до последней минуты. Песнь, какую он им спел, предупреждение сделал, отдал распоряжение. Как ты говоришь, газ, сходите, выключите. Хотя, по идее, ему должно быть и газ этот поварабан должен быть. Так вот, так вот, чему нас это учит? Что нам не надо жить так, что нам все поварабанно. Да. Он, когда он там стоит, он с ним прощается, он говорит, один такой момент, Амидраж обращает на это внимание. Он говорит, вот, значит, он просил, просил Бога, он говорит, ребята, ну, значит, я ухожу, смотрите, ведите ее хорошо, и он начинает пророчество, что будет, все будет. В конечном итоге он просто закончил, перестал им там пугать, что будет хорошо и плохо. В конечном, в самом конце, он дал им не плохое, а хорошее, благословление. Допустим, Рубин будет благословлять. Да, 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 благословил детей и всех, и так далее. То есть, он закончил, закончил это не на пугании, она все будет нормально, благословление, не волнуйтесь. И говорит, при условии, при условии, что если будете жить по-божьему знакомь. Да, да, это он все объяснил. Он говорит, вот, и вы помните, вот вы идете, вы идете сейчас в Израиль, завтра там будете, ну, через пару дней будете в Израиле, я не буду с вами, потому что мне Бог запретил больше просить. Я просил, просил, мне Бог запретил, поэтому не просил, прозрать. И Медрас обращает внимание, что когда он это сказал, люди ничего не сказали, потому что вот в этом чувствительность, они еще не дозрели до чувствительности, до сих пор мы за это платим. У нас есть такая черта, вот всего человечества, не только евреев, не подумать о другом человеке. То есть, он сказал инкогрентам, мне Бог запретил просить. Ну, а им-то, а остальные...